Достали кейсы, где от тебя ни хрена не зависит? Еще бы! Тяжело верить в удачу, когда у тебя нет выбора. Realdrop.net запускает новый формат кейсов, где у тебя есть выбор. Теперь ты сам выбираешь, какой шмот тебе выпадет. Пора сказать стоп старым форматом и взять все в свои руки. В свою крепкую правую руку. Ну ты понял. Realdrop.net. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья. Мы сегодня будем обсуждать замечательного героя Акса. У нас его в выпусках, по-моему, не было, если я не ошибаюсь. У нас Акс вообще был в выпусках хоть раз? Я очень не припомню. По-моему, Акс у нас не появлялся. Может быть, максимум один раз. Да, может быть, разучек был, но это не точно. Возможно, это впервые у нас на канале. В общем-то, игрок профессиональный. Звать вам Му. Вот. И Акс у него довольно неплохой опыт игры. У него до момента... У него достаточно много игр. У него, в общем, до момента введения вот этих вот рангов. Было там в районе 8-700, по-моему. Что-то в этом районе ММРа. Вот, а сейчас у него до 15. Между прочим, до 15 мира он входит. У него есть вот такой же... У него больше семейка, и он входит, да, в лучшую сотню. Топ-15 это очень много. Учитывая то, что Мирилл сейчас, ну, чтобы сопоставить, я вам расскажу, Мирилл 6-ое место занимает. Му является 15-м. Это хороший результат. В своей команде он является оффлейнером. У нас много результат, хороший. Он очень много команд поменял. Его и кикали несколько раз. Пережил многое на просцени. Ну, сейчас линия против антимага. Очень хороший акс в этой игре. Я прям, не знаю, чуть ли не лучше выборов флайна. Потому что, против тебя есть антимаг. Причи, у тебя есть вивер. Антимага очень легко ловить на аксе. Просто облинкуешься, нажимаешь кол и блэдмейл. Ну, иначе говоря, агр и блэдмейл. Антимаг сам себя разбивает. Потому что дэмэджа у антимага очень много от руки. А не особо много хитпоинтов, чтобы переживать акции. Плюс акс еще его и может прирубить. Стоит против двух милищиков, кстати. Кстати говоря, единственный момент. Как можно выиграть антимагом линия против акса? Это вот прям со старта начать давить. Если сейчас му немножко загуляет и не будет крутиться. То, возможно, он может просесть. Потому что антимаг очень сильно пробивает, как мы видим. Там тычки буквально по 70 залетают по аксу. И это акс умирает, как и всего. Разблатк утонулся напоследок. Но урона не хватает. Покажет. Сложный, потому что антимаг в моноберне, такс, а аксу, она очень нужна. Делание не только в моноберне, а о том, что дэмэдж дополнительный проходит от его антимага первого с пола. Плюс еще дэмэдж. За адмана Брика 28 урона, это достаточно неприятно. Почему акс является хорошим оффлейнером? У него, по сути, нет особого эскейпа. То есть он не может выткануться в сторону. Как многие другие оффлейнеры. У него нет особой плотности. Но у него есть зато хороший хапориген. У него базовый хапориген 6 единиц, как мы видим. Это чуть ли не самый большой в доте. Вот по тангусам у него целых 15 единиц. И как такую вот ерундовину пробивать? То есть акс, который стоит в харде, он не должен стараться убегать от противников. Даже если на него нападают, он должен именно выдерживать это давление и пытаться отвечать. Ну, чё, зашел за крипов, сноу болит, получает левел. Очень много левела ему один крип, остается до четвертого уровня. Да, и третья минута. На третьей минуте четвертый левел, это очень даже хорошо для оффлейнера. Сейчас он еще пачку соус зафармит, опять же, получит очень много XP, учитывая то, что сейчас именно онлайновые крипы дают очень много. Для акции это неплохо. Да, со старта с лесу начинать на акси очень неприятно в нынешнем месте. Да и вообще лесник это очень плохо. Когда ты стоишь на акси в оффлейне, ты можешь в напряжении не держать интимага. Ты по-любому стягиваешь саппорта иначе. Твой керри герой будет проседать в лесу, как ты уже сказал. Фарма действительно маловато. Да. Попалясь за тапком. Купил себе тапок, теперь будет немножко посвободнее себя чувствовать. Силы тьмы используют сканировать. Кстати, вот он не контестит баунтосики, что дало бы ему неплохой буст. Да, он не свою покрасил. Попалясь за вальсов. В предыдущий раз баунти контролил баунти хантер плюс огор. Плюс даже антимаг уходил за баунти на блинке. Дабы получить хотя бы немножко дополнительного фарма. А тут якс находит вивера. Посмотри, он его не затыкает ли. Жалко, что нет агро сейчас, конечно же. Если бы он вкачал бы кол, тогда у него не было бы просто он вкачал кол, но... Как-то поздновато. Ну да. Я мог попробовать на самом деле убить. Мог попробовать загорить. Если бы вивер хотя бы раз ударил бы якс, прокрутился бы, то он был бы мертв. Но опять же, надеяться на эти самые 20%. Не очень круто. Смотрим, что у него есть мангус в закупе. Он докупил себе бумага, чтобы скорее всего заградить стеки. Либо в нужный момент просто восполнить ману против антимага. Клипы подходят, а сейчас будет трудиться. А у него есть манга. Если он сейчас нажмет манга и вдруг заколит, и повезет ему, то он убьет. А он может, по идее. Как же больно. Кстати, раскачка акса через... Как только крипы умерли, а он сразу же. Я не знаю, типа он мог, конечно, попробовать заагрить. Ну да, да, можно попробовать. Антимаг тоже держит дистанцию. Хотя, нет, антимаг не держит дистанцию. Держит дистанция. Прожимает мангус, огра вышел сподвижно. Я думаю, что оно просто горелкой закончит. Пополует немножко. Еще и прокрутился. Да, еще и прокрутился. Отлично, даблкил в соло сделал. Хороший атак, сказал, что он пришел. Внезапно на этой линии очень интересно. Вся суть в том, что это вивер четверка. Вивер, который ромит по карте. Но это хорошо, потому что акс оффлейн вивера, либо вивера мидера, очень сильно тоже будет контрить. Просто прыгает с блэдмейлом и вивер сам себя будет уничтожать. Да, он отправляется на шрейм. Хороший атак, деловер. Шестая минута у него шестой левел. Что может быть лучше для оффлейнера? На самом деле, если не такая вот... Ну, этот даблкил, конечно, очень сильно сейчас его зафорсил. Забустануло очень жестко. По карте мы видим, что у команды радиант антимага против команды радиант есть void. То есть у команды, команда Dyer очень много контроля. Есть и акс, автоносфера и венга. Пик мне очень нравится. Тем более против АЭМА. Пака. Есть чем ловить. Да, кстати, у Vanguard уже скоро. Посмотри на его золото. Остается немножко, да. Кстати, есть вариант подглавить пака. Ой-ой-ой-ой. Как же хорошо сейчас все сделал лудэ. И акс подходит еще на экспириенс. Красиво, красиво. Немногие знают о этой возможности. Да, но она есть. Это один из тех немногих случаев, когда приятно наблюдать за таким оффлайнером, который не просто привязан к линии своей. АФК стоит на лайне, там жадничает двух-трех липов, чтобы забрать и не уйти с линии. Это тот самый акс, который может выйти на мид, помочь тиммейтам. Я думаю, что если была возможность, он бы сделал БТП сейв, в случае чего. Сразу видно рейтинг 8000 мэра и оффлайн игрока. Нам везде. Везде помогает. Везде рядом. Максимально профитно играет. Вангвард есть, сейчас уже на линии становится много проще стоять, потому что антимага все-таки с руки бьет. Вангвард дает хороший легенд. Нормально. Пробедение будет себя чувствовать. Можно, если придет и Огр и Вивер, если они втроем пойдут, они в принципе могут затыкать акса, потому что антимага есть ультимативная способность. Кстати говоря, тут уже и Вивер подходит, скорее всего, да, акс, это таки личная. Манг, к сожалению, нет для того, чтобы завить, если была бы манг, а он бы сейчас тут у всех. Ой-ой-ой. Челнон, тиммаги просто, это работает. Ну, конечно, да. Они его кайсили как могли, но, к сожалению, не хватило немножко. Для акс, это супер хороший размер. Да, у него уже 800 галды сверху, если это восьмая минута. То есть это тот сам Акс, который давит, я же говорю, то есть, если на тебя начинает нападать, он не просто уходит на базу, в сторону давра, он понимает уже, что он не уйдет, его не отпустят под игнайтом. Еще есть Вивер, который зафолловит. Он просто начинает драться и еще в отличие для себя разменивается, плюс он пару крипов забрал. Да, он просто все арендробы, потом продал их и купил себе манга, понимая, что против антимага мангус лучше иметь. Да, ты теряешь всю ману, а потом неожиданно для антимага ты можешь поражать мангус и ультануть, либо заколить, то есть, загорить. Продолжает давить в крипов. Кстати говоря, по поводу раскачки. Мы затронули, почему он скачал батлхангер, то есть горелку вторую. Этот спелл дает нам успеть на линии, этот спелл также дает возможность быстрее отогнать кого-то, убить кого-то и замедляет врага. Либо наоборот, либо наоборот убежать тоже очень хорошо помогает. А потом батлхангер стоит брать на единичку. Да, это же еще эскейп помимо агрессии. То есть, если вас начинают бить, можно успеть кинуть кого-нибудь в дирелку и просто убежать за счет того, что скорость передвижения будет больше. И следующий момент, кстати, вот смотри, ему стакают нон-стопом. Просто нон-стопом устанавливает. Сразу отличаются, видно сразу два рейтинга. То есть, обычные рейтинги и высокие рейтинги. Ребята все понимают, что нужно делать. Очень круто все сделали. Да еще, кстати, акс. Для всех ведь еще видно, что акс, если пусть со слотами, то это вообще очень страшная машина. Но то же самое и в дручнике, скорее всего. Люблю, да здесь. Да. Но пак умирает в размен. И это для пака размен такой себе. Да, это мидер. На самом деле. Нет, пак в мидуше стоял. Да, да, да. У него один трещат. Это мидер. Не обратил внимание, где стоял в начале. Мидер, пак, который гонгает на 10-й минуте. Причем гонгает неудачно. Типа, даже если бы пак был бы хардлайнером, все равно размин хороший, потому что акс все-таки успел зафармить все, что ему на стакали. И он от никому не отдал. Получил еще кучу голды сверху. Вингаду продолжает стакать. Дистака это очень много и усердно. К сожалению, не получился до бустак. И акс, прежде чем уйти в лес, он сперва качает линию. То есть он видит, что очень много фарма на боте. Очень много крипов подошло. Иван Крипов, он заформил 68 крипов для оффлейна. Это очень крутой результат. Тем более, что ты еще и убивал вражеских коров. Да, так 11-ая минута, а у него уже ванглард и даггер сейчас побудет. Совсем-совсем скоро. Реально, лучше, наверное, герой против антимага в плане игры. Быстро, быстро. Как бы круто не собирался антимаг. Пусть у него будет монтабы на 20-ой минуте. Если у тебя к этой минуте есть блинг и блейдмейл, то ты его все равно убиваешь. Ну, если тем более есть плюс один. А на таком рейтинге по-любому будет плюс один. В виде Бонтихантера, Войт, ЛД. Неважно кого. Ну и продолжаю давление на вышку. Кстати говоря, он так и не заформил эти кемпы. То есть, его ждет еще очень много золота, очень много вкусностей. И свободная линия. Еще и Тавр будет кушать. Тяжело будет справляться с таким актом. Посмотри, 12-ая минута, у него уже есть деньги на блинг. Но он не теряет время, он хочет сперва допушить Тавр, пока есть крипы. Как только, наверное, Тавр подпушит, как только крипы умрут, он пойдет и губит свой блинг. Нереально хороший результат, на самом деле, 12-ая минута, это просто нечто. Несмотря на то, что умирает, это ему никак не мешает, да. Ему делают стаки, у него все хорошо. Он еще и на линии очень много выносит. Ой-ой-ой. У нас уже блинквивер, он может умереть. Раз прокрутился и отлично сыграл, просто Баунтихантер кинул. Да, Баунтихантер отлично сыграл, действительно он кинул тот и не дал бивер ультимейт прожрать. Ой-ой-ой, молодец, доджет. Пак, конечно, имеет такой свойствой, кстати. Пак еще и Тоз задолжил. Тут можно немножко передавить, нужно не давить так сильно, как он делает. Хорошо, наконец-то поймал. И еще взорвает одного героя для убежать. И это вы еще с вами. Ласточки, паскадали. Отлично отыгрываю кимайтер. И он еще раз загорел, посмотри на развороте просто идет, но тут вивер, к сожалению, это, наверное, конечный. Да, но это волну бил. Хотя, товарищи. Манглс прожимает и ультует. Все кнопки нажал просто еще и закупился ПТ-шкой. Кстати, ПТ-шкой довольно необычно. Ну, видишь, этот такс, который очень рано получил свои стартовые слоты, типа блинка, там, вангварда. И, видимо, он будет выходить в такой билд, типа, дэмэджа, наверное. Посмотри, он взял себе 40 атак спида по талантам. Да, он взял себе силы, да. Он взял скорость атаки. И, видимо, ПТ-шка для того, чтобы бить больнее, бить быстрее. 40 атак спида есть смысл брать, тем более, если ты собираешься в какой-то милнер из Муэлнстрома. Ну, в принципе, неплохо, раньше, как собирались. Милнер классно, рефакт, это красиво смотрится, когда Акс кидает на себя молнии и агрит кого-то. Начинается просто дискотека. Тройной профит, получается, от его агро. Ты агришь, у тебя работает пассивка, у тебя работает милнер и у тебя еще работает Блэдмэл, в которой бьют враги. То есть, враги там просто рассыпаются. Кстати, вот фраг на боте, пока мы разговаривали. Ну да, пока разговаривали, Огармак немножко подставился и умер. Если мы смотрим по левлу, то Акс занимает второе место по XP после его тиммейта Воида, который имеет 13 левел. Тоже хорошо, достаточно линию отстоял. И Блэдмэл, Некс артефакт. Почему собирает Блэдмэл? Не только потому, что этот артефакт заставляет врагов бить Блэдмэл после кола. Это также хорошие статы для Акса. Армор, мана и дэмэдж от Братсворда, который стоит 1200. В скорости таки, на самом деле, приятное. Я еще смотрю, как он бьет вниз, это очень много. Неплохой талант. Хорошо, можно ворваться. Отлично, ждет. Ждает их, крошек пол по троим. Зарубает одного. Ман, к сожалению, кончается. Можно еще поражать стики. Но он взялся. Нет, Акс не крутится, ел. Палки, как же, не повезло сейчас в этом моменте. Здесь, ускорясь, умирает. Это вряд ли уйдет. Но кол был супер хороший, на самом деле. Да, он ворвался хорошо. Там у Дэни немножко по позиционке были проблемы. Он не смог хорошо раскастоваться, не смог настакать себе первого с пола. Но ничего, мы увидели хороший врыв. Сейчас будет Блэйд Мэйл, и тогда уже враги не смогут выживать. После таких колов хороших. Бедный Пак будет рассыпаться, а Димак тем более. Да, с Блэйлом значительно быстрее все играет. И венгана до сих пор стаки делает. Посмотри, как отыгрывает этот игрок. Ну, конечно, конечно. Его задача какая? Поставить вижен на карте, потом уйти на стаки, потом поражать смог с тиммейтами и подраться. И так это повторяется из минуты в минуту буквально. У него есть какой-то план, его на его придерживается. Капец, сколько стакан. Везде стакан. Кстати, сейчас будет попытка убить антимага там. По антихантеру. Включается? Нет, антимаг уходит. Антимаг прям почувствовал, что что-то неладное. Нужно уходить. И ушел. Пак сейчас в дофарме, то он мейкует, что ему осталось. У него немного до блэйла и сейчас. Сейчас начнется экшен. Облэймел на все. Это такой же ключевой артефакт, как и блин. Поэтому его нужно подождать. Да, так спит, конечно, нереальный. Но учитывая то, что у акса еще дэмэджа, в принципе, неплохо. Акс руки, соточка. В виде еще соточка с руки под горелкой. Под блэймелом, под сетой. Под всеми этими бафами. Очень здорово. Блэймел имеет 17 минут, а это превосходный просто результат. Для тех минут, что у него есть. Если откроем сейчас на глобса, то мы увидим акса на втором месте. А это офлайнер. Уйдёй, как чё? Как чё? Сейчас, байда, на последние тычки прокнул просто. Если бы не этот баш, антимаг бы ушел. Не, я не отдал за этим. Это было вдруг. Кстати говоря, пак подразил арбу только что в миди. И возможно, он будет просто прыгать к нему. Потому что реакция выигрывает этот пак. У это. Не знаю, а топ-43, парни. Пак топ-43. Отыгрывает отлично. У него тоже в районе 7000 мэра. Но в нынешней мете. В нынешней мете ранки. А посмотрел бессмертный, просто прыгает и... Пятнадцати кофе еще не снялся и поражал. Чтобы накопились новые заряда. Знал, что... Развел, развел. Падам и немал, что подсуществует идет. Нажал, плагнул сразу, чтобы впитать. И смотри, как он хорошо отзвонил двух героев. Огры уже упал и... Он влекает на себя... Просто двух героев он стенал. А тут же врывается в ОД. Хороший ульт-Атудэ, но, к сожалению, мисс. Хороший ульт-Атудэ, но, к сожалению, нет. На самом деле, получилось очень хорошо. Разменяли акс в четыре героя, в итоге получается. Конечно, да. Фишка в том, что он сейчас пошел давить. В то время как вивер плюс Огр остались позади. И получается, как вся команда Акса, она переключилась на вивер и Огр, они быстренько их убили. В то время как Акс спейсил. А после того, как Акс умер, спилов-то не у Пака нет, не у антимага нет. Но антимага вообще спилов особо-то нет на дамедж. И получается, команда в численном преимуществе, они уже и расправились с оставшимися. Все очень красиво сделали. Кстати, трек на антимага повесили. Смотри, его сейчас заберут. Он блин. Да, ОД на перехвате. Полетели плюхи. Да, он нравится. Херикен Пайк это вот такая вот особенность этого. Хороший артефакт, артефакт. Так, классно. Можно с ним столько всего интересного придумывать. Удак, кстати, очень сильно камбэкнул, учитывая проседания со старта в миде. И выходит на Угр мага. Минусный сурмак. Ну, чем не золото, тем более под треком. А им выгодно сейчас просто ходить и рубиться. У них в треке. Да, трек, трек, трек. Действительно. Для них очень выгодно. У Баунти Хантера, тем более 12 левел, имеется. А это значит, что золото дается очень много. По Галде преимущество. По сути, даже если он будет вровень размениваться, то и для них все равно это будет плюс и за счет трекер. У Баунти Хантера, это пайник, конечно, хорош. Баунти Хантер хорош в пиках, где есть ранняя агрессия, где можно убивать ходить. Нужно, наверное, пойти за паком. И смотри, как он ждет, он ждет просто пака, пока толплены конец. А пак стоит в хвостах и не делает тэп-аут. И Акс просто ждет. Ну, он понял, что тут стоит вард. Да. Он понял, что его видит в пак и просто ломает вижен. Сейчас нажимаем бандинг-аут. Следующий очень необычный выбор артефакта, это Shadow Blade. На самом деле, он хоть и необычный, но... Это так спит, это уро. Давайте я вот просматривал бои профессиональных игроков, и очень многие профессиональные игроки собирают этот артефакт на акцию. Тем более, он крут против того же антимага. Ты нажал, допустим, агро Блэдмэйл, и как только у тебя закончился Блэдмэйл, ты в случае чего можешь нажать алтар, чтобы не терять всю ману оставшуюся. То есть, либо еще один вариант. Ты подходишь и агрешт антимага с инвиза, а потом блинкуешься за ним. И пытаешься его добить. Да, это тоже жестко. Ну, если что, проблема у тебя три секунды будет холдауна. Да, может быть, там... Как-то утонуть не успеет, там, или еще что-то. Перерубил просто. И 22 минута, и у него уже будет шелдублейд. Кстати говоря, с лотаром очень просто еще пака ловить. То есть, пак не видит той самой анимации боленка, не видит анимации агро. Ты просто под него становишься и агрешт. И получается, ты выходишь из визы только тогда, когда у тебя уже скастован агро, и у пака просто нет возможности уйти, если нет с антреей, или мне было вишено до этого на акции. Очень важно позиционно акса. То есть, акс не стоит впереди, он ничего не бьет, он ждет момент, что если начинается агрессивная команда, он может ее переломить. Может и просто ворваться, загореть кого-нибудь. Тем временем антимаг сплетит, но этот сплиткуш ему никак не поможет. Антимага есть Монта и Баттлфьюри на 22-й минуте тоже хороший. Слоты. То, о чем я и говорил, просто стоит так и ждет своего момента. То есть, этот герой хоть и является силовиком, то есть, основной требует сила. То есть, казалось бы, вроде бы должен идти и танковать, но у акции немного другая игра. Нужно стоять всегда в стороне, практически во многих случаях, чтобы ворваться грамотно и заагрить врагов. Да, это герой контр-инициации, можно сказать, в какой-то степени. Начинается файл. Удрию. А вот тот самый Аватар, с которым он зашел и спокойно без рулем загорел. Пока. Но хороший блинкаут. И смотри, как он угадывает. Угадал. Отлично. У него еще есть Агр. А у Пака уже нет блинка, но сало. Как же он манит? Как же он манит? Массив. Ох уж этот плач. Сложно. Смотри, он блэдмилл нажал, чтобы прервать связку и пока нанес лишняя мышца. Клабо. И вся эта конечная. Здесь партнера не выживет. Еще просто трупик его загорел. Приколы, видимо. Но у Пака хорошо отыгрывает. Мне прям нравится. Тут вообще. Молодец. За антимагом еще погоня. Антимаг поражал манту. ОД ультанул, чтобы забернуть всю ману. Но, к сожалению, тимага хватило и на блинк, и на тэп-аут. Ровно впритык просто. Верхнюю башню силы. И пытался муть чуть-чуть. Здесь шои здесь, и черт. Тысячи голды сверху. Оегис имеется. В принципе, они могут пробовать и заканчивать эту игру. Он, кстати, до сих пор опережает антимага в антворце. Учитывая то, что антимаг все-таки герои, которые должны первую строчку всегда забирать со своим тамбитов Юрия и блинком. И он просто в шоу-дублэди бежит в надежде, что там нет с Андрей. Какой круглый гол? Хорошая ханосфера и лидеры. Не успел. Дюйди, антимага не успел. Этимаги, да, не успел. Буквально капли не хотела. Нажал латар, чтобы ему... Да. Блинк, но, к сожалению, горелка. Постарается выдирать позиционку и загреть антимага. И я думаю, что у него получится его убить, если он начнет. Не достает. Очень странно антимаг сыграл. Он как бы вошел фармить крипов, а потом резко стрельфанулся вверх. Сделякс это, скорее всего, конечное. Хотя нажимает пол-блэдмейл и посмотрим, что происходит просто с антимагом. На него накидывают соло-песты. Огрус станет очень сильно сейвит. Сейвит антимага. И даже много сейвит уже вносит андерлорд со своей первой способностью. Да. Очень много. И все просто удачно. Немножко. Драка сложилась. Проблема в том, что андерлорд еще он очень много дэмэджа режет еще в команде Дайра. Хоть и есть ОД, который бьет чистым уроном от РБ, но все равно андерлорд очень полезный. Все время рутает, плюс он сам. Смотри, как много бьет у других. Очень много. Очень много грязи. В драках. В драках. А УД там уже настаканный развлекается с ДДшкой и Егисом. Очень хороший пик по ДУД. Мне очень нравится пик команды Вайер именно. Это игра на УД на самом деле. У тебя есть Акс с контролем, который прыгает, контролит антимага и Пака. Ты бьешь, очень больно настакиваешь. У тебя есть хроносфера, есть постоянно вижен, баунти хандера и помощь в миде на УД. Винга, которая дает дэмэдж и свапает из-за того же Дестройера. Да, а Егис тем временем пропал только что. Смотри, как много дэмэджа наносит Вайд УД на боте, если не башит. Адерлорд? А, все, его убивают. Андерлорда наоборот убивают. Под Солларами просто забили. Андерлорду урона практически не наносилось, за то, как Соллар Баунтихантер не повесил. Там миджа просто не было у Хайда по Адерлорда. Так, Акс бежит. Есть здесь ИУД. Как бы это не конечная стала и вивер, то что умрешь сейчас. Да? Ну все, он раскачан. УД слишком много для 25 минуты, до 26. У него же есть Хекс, Блинг, Хюрикен Пайк и 17 тысячный творца, это жестко для Девайвера. Да. Все это, конечно, даже нет смысла дефить, потому что, ну что ты должен нафармить на антимаге, чтобы тут выживать. Максимум тебе поможет какой-то БКБ против УД, но опять же на тебя ставится Ахрон, на тебя прыгает так с Блэйдмейлом и Колом. Глухой выбор, герои антимаге. Ну что, в принципе, если вы видите, что есть линия антимаг плюс оберма, я думаю, что вы знаете, кем убрать, и кем можете играть. Акс Соло Хард. Можете просить тиммейтов еще стакать, будет вообще идеально. Да, да, это вообще будет идеально. Как вариант, еще у Дэйв Мид, ложь неплох. И Хранцвер от Войда на своих тиммейтов. Отличный акад, хорошее исполнение. Хороший пик, хорошая игра. Спасибо всем за просмотр, всем пока-пока. Прям рэп зачитал. Йоу.